Прежде всего, самый последний триместр беременности, именно в этот период, мозг малыша увеличивается в два раза. Именно в этот период у него идет именно разрастание и образование центральной нервной системы. Если в этот период ребенку в организме матери не хватает омега-3, ребенок будет плаксивый, ребенок будет плохо запоминать, ребенок будет плохо учиться, и виноват не ребенок. И не надо кричать, потом будет, что ах ты такой-сякой, не соображаешь, что такое прибавит 3 к 2, да? Вы виноваты, не докормили омегой просто. При беременности важно самое основное для мозга и для зрения. Ну просто вот, чтобы вы знали самое основное. Зачем вообще детям омега-3? Для всего. Это сравнительный материал для мозга, для нервной системы, потому что мозг развивается в течение 6 лет. И полностью центральная нервная система, полностью меленизация, нервные связи у человека происходит это все до 20 лет. Представьте, а мы уже считаем, что в 10 уже ты взрослый, все, ничего тебе не надо. До 20 лет происходит совершенствование нашей нервной системы. Если ребенок насыщен омега-3, значит будет хорошо видеть глазки, будет хорошая память, внимание, умственное развитие будет высокое. Не будет болеть, иммунитет будет хороший. И плюс простудными заболеваниями будет болеть на 58% меньше. Даже самый вот просто новорожденный ребенок. Это здорово. Поэтому я этому очень... Ну вообще я когда-то хотела быть педиатром. И я очень люблю вообще детей и умею с ними общаться. Поэтому я этой теме всегда очень много уделяю времени. Чтобы ваши будущие детки и ваши будущие мамы, ведь любая девушка и девочка когда-то будет мамой, вы должны это знать. Далее. Омега-3 снижает риск развития аллергий у детей, заболеваний бронхов. Сейчас у очень многих бронхиальная астма у детей. У очень многих такие просто бронхоспазмы. Улучшают усвоение кальция у маленьких деток. Это тоже немаловажно. Ребенок не капризничает. Он спокоен. Он хорошо спит. Он лучше просыпается. Меньше бегает. И конечно же лучше вот эти вот психомоторика. То есть вот если показать там куда-то. Да? Кругленькое куда? Вкругленькое. Там квадратненькое куда? Вквадратненькое. То есть ребенок лучше соображает вот такие вот вещи. Далее. Ребенок, который получает постоянно нужную дозировку омега-3. Он будет отличаться от сверстников именно своим умением быстрее развиваться. Он будет, у него будет шире словарный запас. Он будет, знаете, вот такой вот, бывают детки все умные-умные, а один вот умница на все сто процентов. Вот это ребенок, у которого сто процентов есть нужная дозировка омега-3 была в крови. Они будут лучше соображать. Они будут вот в первых, в лидерах они будут. Несмотря на то, как мы их будем воспитывать. И еще есть такое понятие, как когнитивные способности ребенка. Омега-3 улучшает когнитивные вот эти способности на сто пятьдесят шесть процентов. Что это такое? Это выстраивание логической цепочки. Это выстраивание какой-то вот мысли, сделать вывод какой-то, да. То есть понять, сделать вывод и что следует после этого. Он не тупит, грубо говоря. Этот ребенок, он быстренько все соображает. Он сразу же понимает новую информацию, мгновенно ее понял. Не надо ее пять раз объяснять. То есть ребенок, вот когнитивные способности, это очень важно в нашем современном мире, когда он быстро и хорошо соображает, делает меньше ошибок, делает лучше выводы. Вот это называется когнитивные способности. Смотрите, при трехмесячном приеме омега-3 они увеличиваются на сто пятьдесят шесть процентов. Это вот статистические факты. Омега-3 улучшает зрение в любом возрасте. Даже в пожилом возрасте, вот возрастная потеря зрения, омега-3 улучшает. Человек лучше, острее видит в темноте. Противовоспалительное действие на область суставов. Опять-таки, посмотрите Елену Малышеву. Она брала просто губку, и такой у нее был сустав огромный, красненький, с воспалением. Она брала губку для посуды такую, да, и начинала стирать воспалительные элементы. Вот так, говорит, омега-3 убирает воспалительный процесс в области сустава. То есть при любых заболеваниях суставов, даже при очень серьезных, уже деформирующих, там, артрозах, артритах, будет уменьшение боли, улучшение состояния. А если просто это начальный вариант артритов, то это уменьшение воспаления вплоть до лечения и увеличение подвижности самих суставов и общий противовоспалительный такой противоболевой эффект. При употреблении омега-3 уходят проблемы с венами, потому что сосуды становятся эластичными. Тромбофлебит, варикоз, тромбоз – это сейчас опять-таки панацея у всех, даже у молодых людей. И не нужно пить какие-то там суперпрепараты, и не нужно мазать там какими-то, не знаю, сейчас такие интересные вещи. Там вот ноги заболели, помажьте мазью, все пройдет. Да ничего не пройдет, деньги отдадите просто. Все нужно изнутри. Поэтому любые из наших сосудов будут счастливы, если мы им дадим хотя бы каплю омега-3. Далее. Уменьшают аллергические все высыпания, кожные заболевания, дерматиты, псориазы, экземы. Здесь хочу остановиться. Вы знаете, и экзема, и псориаз – такая нехорошая болезнь, которая раз приобретенная или она есть у человека, она не лечится. Она полностью не уйдет. Но уровень ее протекания будет намного ниже. При псориазе уменьшатся эти вот очаги, шелушение красноты. Они уйдут до минимума. И уменьшится шелушение. Не нужно будет так часто принимать какие-то гормональные препараты. Но если человек пьет гормональные препараты, нельзя резко гормональные убрать, а омегу начать пить. Омега-3, так же, как и все нутрицептики, это не лекарство. И работает оно только тогда, когда есть насыщение организма. То есть это минимум три месяца. Вот после трех месяцев идут уже терапевтические эффекты. То есть не отменяйте сразу лекарства. Потом вы уменьшите гормональные. Это сто процентов. Используется омега-3, так же, даже в клиниках, для профилактики неврозов, депрессии и тяжелых психических состояний. Представьте, даже на таком уровне она работает. Снижает у человека раздражительность, агрессивность и подавляет выделение гормонов стресса, вызывающих спазм артерий. Я почему хочу остановиться на этом пункте? Потому что у меня лично, в моем опыте, такая неприятная была ситуация. Я работала, еще в то время я работала. И со мной коллега, доктор, он ожидал хорошую весть. Неплохую, хорошую. Он ее ожидал очень долго, он очень нервничал. Он был в таком состоянии стресса. Он ждал звонок от сына. Что-то у него там решалось такое грандиозное. Я даже не знаю, честно говоря, что. Я просто знаю, что он ждал этот звонок. И когда ему сын позвонил и сказал, папа, все хорошо, он спустился в подвал. У нас был подвал, в поликлинике мы там переодевались. И его нашли уже лежащим на полу через два часа с инсультом. Понимаете? Поэтому как плохие вещи нам могут давать какие-то, да, стрессы, так и хорошие. Но омега-3 что дает? Она вот в период стресса дает устойчивость. Как я говорила, наш любой организм должен быть защищен природно. Вот с помощью астаксантина, с помощью антиоксидантов, с помощью омега-3. Это естественная защита сердца от вот таких стрессов. То есть не будет спазма. Даже если плохая весть, говорят, ой, сердце закололо. Там, да, бывает сразу же. Если организм насыщен омегой, вы любые вести, любые стрессы будете переносить спокойно. Без вот таких проблем. Омега-3 употребляется у пожилых людей и спасает у старческого слабоумия от маразма. Болезнь Альцгеймера, которая практически ничем не лечится. Улучшается ее течение, людей в этой болезни улучшается при помощи омега-3. То есть вот я даже вам оставила такой слайдик. Кто-то почитает, кто-то останется в презентации, да, чтобы... Это в Англии 900 пожилых мужчин и женщин брали, да, и их наблюдали 9 лет. Представьте, да, пожилых людей с таким диагнозом. И у людей с высокой концентрацией омега-3, именно ДГК, были наполовину меньше подвержены слабоумию, чем те, которые не подвергались. То есть те, которые не получали дополнительно омега-3, боже мой, ДГК, я уже заговорилась. У кого-нибудь есть вообще такие или были родные, у которых вот была такая проблема у пожилых людей? У меня лично была такая бабушка. И я знаю, что это такое. Это ужасно. Когда человек в 90 лет думает, что ему 16 и собирается на танцы. И его ловишь, извините, трусами по всей улице. Потому что она собралась и пошла. Она боялась только одного, партизан. Если я говорю, баба, партизаны идут. Хоп, она спряталась. Не немцев. Ну, это уже другой вопрос. Так им получилось, так попали такие партизаны. И повышение общего иммунитета. Мы уже об этом говорили. Человек, получающий хорошую дозу омега-3, особенно ребенок, уменьшается сразу же подверженность респираторным заболеваниям, инфекционным заболеваниям. То есть это защита организма. Причем это естественный продукт. Это не лекарство. Вы понимаете уже отличие? Да, это то, что мы с вами просто не доедаем. Это компонент пищи. По данным НИИ питания Российской Федерации Академии Наук, дефицит омега-3 у нашего населения 80%. То есть у каждого из нас с вами на 80% не хватает омега-3. Вот, а мы бы хотим быть здоровыми и начинаем пить лекарства. Сначала давайте напоим наш организм тем, что он должен получать. Теми белками, теми углеводами и теми омега-3. И хочу сразу еще сказать, опять-таки вернуться к тому и сделать вывод, чтобы вы запомнили это хорошо. Рыбий жир и омега-3 не одно и то же. Витамин D и омега-3 не одно и то же. У меня были случаи, когда я столкнулась с педиатрами, которые говорили, зачем вам омега-3? Вы же ребенку даете витамин D. Вот я вам рассказала, что такое омега-3. Там было что-нибудь про витамин D? Это небо и земля. То витамин D, а вот это омега-3. Просто и то, и другое иногда присутствует в рыбьем жире. Вообще рыбий жир понятие широкое. Там есть витамин А, витамин D, витамин Е может быть, да, масляное и омега-3. Мы уже знаем 30% омега-3. Так вот самое важное в рыбьем жире это омега-3. Не витамины, которые там содержатся. Поэтому вы должны об этом знать. При оценке препарата, при выборе препарата, нужно знать всегда страну, учитывать страну-производитель. Потому что страна-производитель омега-3 должна быть приближена к морю, к холодным морю. Скажите, какая омега-3 может выпускаться на белорусском заводе Минск Индеркапс? У нас есть холодное море и свежая рыба. Украина-Харьков. Еще лучше. Вообще ни туда, ни сюда. Если уже ближе, то к Южным морям, да? То есть это явно вырабатывается из концентрата. Это совсем не из рыбы. Учитывается страна. Англия хорошо, Норвегия хорошо, Швеция хорошо. Все остальное, ну вопросы. Далее. Стандарт производства. Если нет GMP, даже вопросов не может быть. Потому что это делается из грязной иногда рыбы. Мы не знаем, какая рыба. Мы должны знать, что ее очистили. И производитель должен нести ответственность за ее качество. Степень очистки какая? Сколько ступеней очистки? Как очищалась? Мы должны знать. Далее. Из каких тканей рыбы? Если из печени, даже близко не должно быть на нашем столе. Только из мякоти.